В формате беседы за чаем прошла встреча игроков и тренеров торпеда и болельщиков-колясочников. Фанатов с инвалидностью патронирует благотворительный фонд президента торпеда Олега Кондрашова, организовавший это чаепитие в рамках декады инвалидов. Как строится отношение внутри команды, в каком режиме игроки тренируются сейчас, кто в каком возрасте начал играть в хоккей, чувствуют ли хоккеисты поддержку болельщиков, нравится ли им Нижний Новгород и можно ли ледовым бойцам сладкое. Вопросы колясочников и сопровождающих их волонтеров были и из разряда таких, на которые сразу и не ответишь. Зачем ванн иногда выходят за ворот на 3-4 метра? Мы прям все сидим, у нас у всех прям внутри все опускается, успеет, не успеет, он вернуться обратно. Это такой тактический ход, что объясните, он навсегда вот получается. Саня же такая может играть. У нас защитники плохо играют, начинают атаку, поэтому и баньки приходят. Защитник защитнику там, защитник центральный. А кто лучше катается на коньках, фигуристы или хоккеисты? Посмотрев как мы катаемся, катаемся, жена моя сказала, что они бегают в больнице. Там на самом деле катаются и на внешнем ребре, и на внутреннем. И там совершенно другое, что они стелятся в больнице. У нас более совершенно разные катания. Спасибо. А тренировки у вас сколько раз в день? Сейчас уже очень тяжело многое работать. Больше стараемся восстанавливать ребят через тренировочный процесс. Потому что уже вторая половина сезона, уже действительно усталость дает о себе знать. Поэтому тут больше идет работа все-таки на восстановление. Нужны вам группы поддержки, которые там кричат, которые в общем-то... Да, студенты. Да, Роману. Роману. Или вы их не слушаете на поле? Да, вот на поле как-то это реагирует? Ну, я про себя могу сказать. Мы приезжаем, есть города, где не так много зрителей, или может быть не так сильно болеют. Сразу это все-таки оставляет какой-то отпечаток на матче. Может быть не такие скорости, не такая борьба. Потому что действительно на публика гонит не только, может быть, домашнюю команду, но и команду противника. Потому что эти эмоции все равно передаются, мы чувствуем это. И очень... Да, наоборот, подстегивают, скажем так, стараемся закуситься, да, там, но это все равно игра для болельщиков. Ребята, придешь чего-то с какой-нибудь диеты? Картушку фри можно есть? А, Роману, можно есть? И только овощи, потом нет. Где ножки-то, я не понимаю. Все, например, знают, какая оптимальная форма, какой вес. Поэтому все контролируют это взвешивание и так далее. Врачи проверяют, поэтому... Ну, за ручку никто их не вводит. Конечно. Не взрослые мужики все, и ребята. Мы, да, можем посоветовать, посоветуют, общаемся. Но ребята все взрослые, и все прекрасно сами понимают, что можно, что нельзя. Поэтому уровень профессионализма все-таки присутствует. Это, я считаю, что, как и Никита сказал, все заботятся хорошо о своем теле, в первую очередь, чтобы были готовы к играм, к тренировочным процессам. К сожалению, во дворце спорта очень мало мест для ребят-колясочников. Да, у нас только 4 места, мы туда уставляем до 7 колясок. Поэтому у нас нет возможности привозить всех желающих. На самом деле, вот, огромное количество ребят с ограниченными возможностями хотели бы приезжать болеть. Но это отдельный вопрос, мы будем его ставить там в Министерство спорта, чтобы расширяли эту зону. Вам огромное спасибо. Очень хотелось бы, чтобы вы нас всегда радовали своей игрой, потому что мы за вас прямо болеем, как говорят, за своих детей. Чаепитием дело не ограничилось. Процесс общей фотографии затем разбился на очаге общения один на один, мини-автограф и фотосессии. Каждому из болельщиков достался подарок с автографами игроков. Хоккеисты старались по ходу чаепития. Но главное – это яркие эмоции, которые получили все. Очень приятно с ребятами познакомиться. То есть, не каждому такой шанс выдается. Мы рады, что такое происходит. Как бы почаще бы видеть команду любимую. То есть, эмоции переполняют. Раскрылись ли как-то, может быть, раскрылась ли как-то команда по-новому в неформальном общении? Ну, конечно, там игра, игра. Как бы смотришь за игрой, за каждым хоккеистом. Здесь как бы знакомишься. Уже внутренне их чувствуешь, кто какой человек. Важно, да. Многое. Конечно, очень приятно, что люди с ограниченными способностями приезжают из области за нас болеть. Для нас это очень ценно. Это, опять же, очень такие позитивные эмоции для всех нас. Посидеть, посмеяться, ответить на вопросы болельщиков. И для нас это тоже очень, я говорю, тоже эмоции позитивные. Не только, наверное, болельщикам, но нам тоже это очень-очень приятно. Очень так весело пошутить немножко друг над другом где-то, да. Там, ну, немножко расслабиться, потому что сезон действительно набирает уже вторую половину. Где-то уже и психологически немножко тяжело, не только физически. Поэтому вот такие встречи, они идут на пользу всеми, и болельщикам, и нам в том числе. То есть это возможность вырваться из тренировочной реальности в какую-то другую? Да, да. Это сменить обстановку. А смена обстановки, она всегда дает какие-то, знаете, положительные эмоции. Я уже говорю, вот так подшутить друг над другом, там, да, там, посмеяться с болельщиками вместе, да. Такой легкой, легкой такой обстановки. Поэтому, ну, это действительно очень, ну, это очень положительно, да. Да, никаких трудностей у никого не возникло, там, согласиться на эту встречу или прийти на эту встречу с нашей стороны. Поэтому, я говорю, это такие вещи надо делать, надо стараться делать. Я знаю, что у нас никто в команде от этого не откажется.